Продолжение следует... 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 И, не знаешь, говорил уже, на космодроме Восточный, где Толковский, Амурская область. Ну, погода у них такая же приблизительно. Чтоб Господь его сохранил от всех опасностей, от всех недобрых и злых людей. И чтобы укрепил в вере, главное, чтобы укрепил в вере православной страхи Господней. Он там работает? Да, работает, да. Вот уехал на полтора месяца, и вот до первого ноября, потом две недели здесь, и опять на полтора месяца. То есть, 45-14, вахтовый метод. Молодец. Вот. О себе прошу молиться постоянно, потому что, знаете, что у меня работа достаточно сложная. Вот сейчас у меня лежит материал, из-за препарата ребенка два года. Прооперировали в отделении нейрохирургии, опухоль головного мозга. Несколько дней я вот ломаю голову, смотрю в микроскоп, посмотрю, посмотрю, подсчитаю, посмотрю, опять отложу, и вот не могу никак определиться в диагнозе. Так что помогу, чтобы Господь меня угрил. Помогу. В связи с этим, хочу сказать, что вот именно по этой причине, несмотря на свой возраст, вроде в последний раз, но еще поеду учиться. В Питер и Москву. Остановитесь. Значит, в Питере будет учеба по заболеваниям крови, а в Институте нейрохирургии Бурденко в Москве по нейро-онкопатологии, то есть по опухолевым процессам в нейронервной системе. Ну вот, прошу молиться о том, чтобы Господь меня помудрил, чтобы мне не делать ошибок, и чтобы от моих действий не страдали люди. О болящих, опять же, вернемся. Мы слышали, все, 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 в общем-то немного болеют, но Лена Политыкина сополинария. Еще, я не знаю, хотела сказать, вот помните, у нас еврейка была, Фаина, вот ей сделали операцию, она лежит в горбанице, сломала шейку беды. Это вот в автобусе резко затормозил автобус, и она упала, и сломала. Но сделали операцию, вот прямо, даже неделя не прошла, уже ходунки ей дали, и она ходит. Поклон всем передавала, все, прямо пришла, так она со слезами даже, вы помните, обо ней такая радостная. Вот, ну, кстати сказать, к пожилым обращаюсь, вот, не потому что автобус затормозил, она упала, а потому что кости такие, а кости такие, потому что кальция не хватает, потому что он стопороз возрастом. Поэтому кальций нужно принимать. Может, еще проще, держаться просто надо. Можно, я скажу. Можно, даже стоять, когда будешь, он затормозит и сломаешь. Вот кальций применять рекомендуют многие врачи, но я на своем опыте, значит, хочу поделиться так. Кальций принимать Д3 никак нет, я не рекомендую никому, потому что он не предназначен для нас, для пожилых. Понимаете, как он не усваивается. У меня после полугодичного приема этого препарата, весь кальций этот сложился в селезенке, простите. И у меня вместо селезенки камень. УЗИ, когда внутренних органов делают, говорят, во что за булыжник там лежит, совершенно не пробивается вот этими вот лучами. Понимаете, поэтому кальций нужно принимать только натуральными препаратами, какими-то молоками. Кальций, Татьяна Александровна, в селезенке не откладывается. Ну, кальцинаты селезенки... Кальцинаты селезенки могут по многим причинам быть. Но только после этого у меня получились эти кальцинаты, после приема полугодичного. Я вам говорю, принимать кальций нужно, потому что остеопороз возрослой, это известное дело. А кальций, я вам рекомендую не этот, кальций ДТ-3 не комет, а кальций живой, натуральный, яичный белок. То есть, вот эту внутреннюю оболочку яичной скорлупы снимаете, измельчаете скорлупу в пыль, гасите ее лимонным соком, лимон отжимаете, загостили и пьете. Лишнее выведется, много не будет. При этом помнить нужно, чтобы не было близи приема этого кальция, вот этой скорлупы яичной, чтобы не было молока, молочных продуктов. Потому что он свяжется, вреда не будет, просто он выведется, не будет в пользу, он не усвоится. Ну, поговорили о болячках. У кого есть более насущные духовные вопросы? Эту скорлупу нужно варить или прямо не варить? Конечно варить, потому что там микроорганизмы могут быть. Вареное яйцо. Вареное яйцо. От вареного яйца? Да, от вареного яйца. А если не вареное, то есть? Внутреннее, да, ее снимаете просто, удаляйте. А измечаете саму внутреннюю. Все, хватит, прошу потом. А болячка говорим, говорим. Но вот про брата Игнатия нужно сказать. Вот брат Игнатий хворает, но он молчит об этом. У него плечо болит очень сильно, дотронуться невозможно. Пришел я к нему, один раз намазал, все, говорит, больше не буду ничего делать. Ну что это такое? Ну только молитвами можем помочь ему. Так что помогите молитвами. Смазывать молитвами надо. Мы будем всякого рода. Смажем ему нашей любовью его плечо. Еще? У кого есть вопросы, пожелания? Вы видите, Раису Николаевну, слава Богу, Господь ее привел. Слава Богу, по вашим молитвам меня Господь привел. Слава Богу, мне получше стало. Благодарю вас за все. Я знаю, что вы молились за меня, и мне, я чувствую вас. Чувствовала ваша молитва. Мы здесь не молимся. Да, и прямо... Совсем болящий. Слава Богу, слава Богу, все, милостивый Господь. На той неделе я приходила еще больная. Я говорила, да? Да. В общем, молились так, что я просто вот за эти дни, за эти шесть дней, просто себя не узнаю вообще. Хотя я еще и раньше заболела, то я еще в Костроме, когда мы возвращались. Так что спаси Христос. А муж того, что дает? Нет, не знаю. Докторская самодава. Таечка, я хочу тебе. Слава Богу, хочу подтвердить слова. Маши сестры, что действительно молятся так, что себя не узнаешь, да. И я по вашим молитвам святым, бывает так себя чувствую, что действительно, я не знаю вообще, кого благодарить. Господа благодарить. Ну, конечно, Господа. И удивляюсь, естественно, таким чудесам. Аллилуйя. Которые мне всегда преследуют мои чудеса. Вот и я их везде вижу. Аллилуйя. Слава Богу, за все. Слава Богу, за все. Бог нас любит. Господь Николаевна, у вас есть невероятное слово? Да. Да вот 110-й Псалом нам говорит. Славлю тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Начало мудрости, страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему прибудет вовек. Слава Христу. И сила молитвы дает утешение. И знаешь, что на молитву отвечает Господь. Благодари Господа за все. И Кости Он тоже укрепляет, Господь. А Дух унылый. Кости слушает, Дух унылый, Кости слушает. Возьмем Писание на вооружение. И будем славить Господа за все. Слава Христу. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот насколько вы убеждаетесь каждый раз, насколько важно наше общение. И удивляемся, когда вот этого общения люди избегают. И хотят здесь прибыть, прапезно поговорить, пообщаться. А таковые жертвы, опять же, угодны Богу. Если не угодны Богу, потому они и помогают нам друг другу укрепиться, исцелиться. Укрепиться на пути спасения. Не избегайте этого общения. Приходите в воскресенье в субботу. Не избегайте собраний. В субботу теперь уже закончились сады. Все равно народу там почти нет. Почти нет начался. Ну, лукавый, он всегда найдет причину. Еще? Викторович, сейчас время темнеет рано, и изменения времени не будет. Четыре давно, может, четыре. Это имеется в виду с утра. К восьми так же будет. Конечно, к восьми. Утреннее мы не меняли никогда побоем время. Восемь. Гензат Тихонович, вам слово. Вот тут говорили, что я болею. Как сказать, болею? Прихватно. Больная лежит. 55 лет назад нынче исполняется, как я попал на первый допрос компетентные органы. Они умеют разговаривать. Вот мне руку вывернули, а потом, видимо, другой подошел и рванул ее вниз. И какой-то нерв повредили в плече. У меня вот здесь вот. Я 55 лет это несу. Одеваюсь, раздеваюсь, а так рукой сталкиваю. Выше головы не дает руку поднимать. Ну, постепенно тренируюсь. Главное, левая, ну еще особенно. У моего отца вот так руки не было. Жил же. Ну, было такое. Я вел занятия в разных учреждениях и везде приносил Библии. Дай-ка сюда. Их не было, но у нас был хороший канал, хорошее отношение с баптистами. И там был старший предсвитер СИЗО, кажется, в Афрунзе. И мы получали оттуда по себестоимости. Это дорогая цена. Почти мы посчитали, как-то в 10-11 раз в церкви продавали дороже. Я огромные рюкзаки на себе носил. И однажды пришлось там, как юнги, я их называю, летное училище. Там, где Булыгина. И я полез, ушел, вспотел. А плечо-то резала лямка. И вот у меня как хватило. Трое суток я не мог не ложиться, ничего-то как. Вот так шатался. И тогда в больницу краевую меня привезли. Помню, как сейчас какой-то огромный шприц для быков, наверное, только. Вот сюда он в него воткнул. И я чуть ли не в кресле, там и уснул. И вот прошло уже сколько лет, 20, наверное, 15. И вот снова у меня на днях, ну, сам искусился это. Кто-то тут что-то делал. И у меня телефонный провод идет к соседу, которого там большое здание-то. Голуби садятся, я уж попутно скажу. А мне надо согнать, чтобы летали-то. Ну, я пошел и попросился у него на антенну. Разреши мне провести. Ну, и бутылки, а в бутылки камешки, чтобы дернули. Они гремели, а голуби взлетят. Вот чем человек занимается-то? Ну, и брат Игорь Дабынов, он здесь прот кинул. И нынче кто-то его скинул, а прот хороший. Теперь лезть туда нельзя, сыр. Пришел кто-то, Данелия, попутно все говорю, Данелия, который этот построил все. Грузин маленький, сидит, курит. А потом в конце беседы он говорит, как я вам завидую. Каким вы делом занимаетесь, это благовестие. А я сижу тут, а там что? Ну, боулинг, там шары катают, там женщины, кто наняты, они там по столбам голые ползают. Ну, чтобы мужчин-то завлечь-то. Сейчас приезжаю и к нему, а его говорит, нет, он летом умер. А жена в краевом архиве работает, тоже с ней связан. А чего он помер? Видите, как все. И вот подвел меня сторож на третий день, когда пустили, внизу обрезался. Взял нож с ножом, пришел к ним. Думаю, еще захватят, скажут, с ножом пришел, разбирается. Руку поднял, выше головы резать вот так вот не дает. И, однако, реже его, нож не берет, оказывается, там что-то столистое. Я его так вверху-то и ломал, и ломал, только пришел домой и сразу... Вверху-то нельзя, а я рукой-то... А, тут человек стоит на улице, мне не до этого отломить. Я гнул, наверное, несколько минут. Сразу схватил, и первую ночь я совершенно не мог заснуть. Вот Виктор Андреевич пришел, принес мазик, таблеток. Таблетку даже близко не допустил. Но один раз намазал, я заснул. Все, говорю, больше не надо. А болит? А это не болит, это естественно. Я не больной, вычеркни меня оттуда. Не записывай. Без моего ведома. Второе. Ян Затаус говорит, более возвышенный. Ничего не скрывать. Я не скрываю ни болезни, ничего. Вот скрывают друг от друга. Вот у нас была здесь Евгения Дмитриевна. Ничего не узнаешь. А сколько пенсии нет? А почему? Десятину не платит, там уже потеряют. А обманывают, платят. А Лена говорит, если она даже семь с полыной получает, она где-то в этой, то 750 она положила бы. Денег никогда таких не было. А я в ящик ложу, чтобы батюшке не отдавать. Хитрость. Другая мне говорит, с мужем живет. Вот уже правнуки вот-вот. Или уже даже есть правнуки. Не знаю, сколько получают. Пенсии не говорят. Жене. Счет нормально? А из-за чего подотрения? Из-за чего не платят десятины? И при том люди, те и другие верующие, по-разному верят. Я спрошу сейчас, я все подговариваюсь. Если вы не знаете, где тайна, спрашивайте. Тайна одна только есть, по канонам. Только одна. Одна единственная. Эту тайну несет священник. Женщина приходит, исповедуется и говорит, батюшка, как я искусилась, сама не знаю, отправили в командировку. И вот там, как я оказалась, призвали, еще проснулась муж под боком, чужой. А муж у меня ревнивый. Батюшка знает, что за эту измену она должна восемь лет за дверьми стоять. Она говорит, муж меня увидит, что стоит, он сразу догадается. Он убьет меня. И церковь приняла канон. Она будет стоять с верными. А он-то не каждый раз ходит дома, там, телевизор иногда смотрит, по вторую смену пошел. Но не причащается. А четыре ступени. Первая, там на улице плащущая, тут припадающая, слушающая. И тогда куп настоящий. И потом только причащается. Вот одна тайна, больше нет. Я сейчас буду спрашивать вас. Не замкнитесь. Начну с молодых. Где Юля? Ну-ка, давайте мне сюда. Юля? Да. Так, у тебя воинское звание есть какое-то? Да, нет, наверное. Я знаю, что услышал правду, не правду, что у врачей какие-то звания дают воинские, потому что их призовут в случае военных действий. Когда была военная кафедра, давали, да, и женщины тоже звали лейтенанта медицинской службы. У меня рядовая. Ну, значит, она минимум лейтенант. Но у нее нет, она рядовая. А, то сейчас нету. Нет. Кафедры нету, поэтому они рядовые. Так, Надюша, у вас тоже такая ситуация? Нет, я прошу. Нет, у нее есть лейтенант дана. Когда я училась, еще кафедра была нам давать. Лейтенант. Так, брат Себастьян, какое у тебя звание как юриста? Ну, оно не военное звание. Ну, военное. Не военное. Ну, какое? Все равно погону можешь носить? Да. Какое? Ну, заканчивал я майором. Ну, ясно, за эти годы ты бы, ясно, делал, подполковником был. Минимум. Вы же брать. Ладно, все понял. Какое у тебя звание? Майор. Майор. Да. Еще у нас, скажется, Львов Николаевна. Это прямо работало в органах милиции. Какое у вас звание? Да не милиции. Я медицинский работник, и поэтому у меня медицинские все звания. Ну, медицинские. Старший лейтенант медицинской службы. Спасибо, благодарю. А суть вот в чем. Мы ремонтировали у Павла дом. Теперь его Никите как бы отдали, подарили. А теперь братья-то они ни рубля не вкладывали. А тот держал наверху пчел на втором этаже. И он окна все утеплял. Но мы начали убирать это утепление. А что там тряпки разными, шурупами, как называют там, как их называют? Саморезы. Саморезы. Вот теперь саморезы. Ну и прикрученные одежи я снимаю. И вдруг он снимает. И что он снимает? На столе моя сумка. Открой ее. Брат, вытащи, что там лежит. Перед народом покажи. Разворачивай теперь. Новая, чистая, красивая. Что? Ох, ничего себе. Смотрите. И при том, эмблема, пушечки, ракетные войска, в которых я служил. Ну у меня это звание всего царства лейтенанты. Сержант. Вот я принес. Кому этот новый костюм отдать? Но только уже... Вы имеете право, но уже не на богослужение. У нас эти люди, у кого воинское звание, имеют право носить погоны. А остальные, даже гражданские эти тряпочки в виде погонов, О, братья, это недействительно, это обман. Так, судя по моим исследованиям, принадлежит это кому? Севастьяна. Брат, прими. Это лучше Виктора Андреевича, потому что у него-то хотя бы военное звание. А я-то даже... Ну ладно. А я-то гражданский. Пока совершенно отбил. А, держи, держи. Отбился все, Виктор Андреевич. Нет, нет, Виктор Андреевич, это ваше. Это ваше. Возьми, Виктор Андреевич. Ну и как? Нет, это может быть как пророчество. Мне встречается человек военный, идет, полковник. Он увидел меня, и вот там как раз, краевой военкомат, он руки скинул. А вы знаете, я давно хотел вас видеть. Я говорю, что я был майором и сильно провинился, что-то сделал-то. И вас встретил. Вы мне стали о Боге говорить. Я пришел, ждал наказания большого. Мне, говорит, сделали подполковником. Другой раз, говорит, совершенно не ожидал. Вот где-то в вагоне или где-то встретил. Вы со мной побеседовали. Вдруг вызов начальнику. Не во время сверхурочной какой-то, у них там сроки назначены. Мне полковника дали. Вот сейчас иду опять к нему. Я говорю, значит, генерал. И фамилию Акимов сказал. Мне хорошо запомнить, брат Акимов. Вот какие случаи бывают. А вот теперь послушайте, о чем речь я хочу сказать. Тайны лишние, чтобы нигде не было. Вот у нас много друзей. И в интернете, говорят, всех привлекает ваша открытость. У нас ничего нет. Мы не переделываем ролики, записываем, как есть. Ну просто это... Ну нет ничего. Без кипюр. Без кипюр. Знаете, вот есть такое выражение. У святых. Исидор Пилосиот, он малоизвестный. И он говорит так, предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. И вот на меня нападает иногда. А я выставил 9 роликов, мое детство, как идет. С Володей проехали по всем местам с указанием мест, где это происходило. Проезжая мимо железной дороги, я говорю, вот здесь провели железную дорогу, там, в 52-м году. В 53-м году там был. И вагон они оставили. Для чего, не знаю. Пасем с отцом, отец в стороне. Я залез, это... Ну, пульман стоит. Заглянул, там в уголь. Уголь-то, пыль там какая-то. Что меня потянуло туда? Я уже в школе учился, уже, может, лет 7 было у меня. Я туда спрыгнул. Вагон-то, а назад-то никак он. А отец далеко, пасет короб, он не знает, что я сижу в вагоне. Там, может, через неделю кто-то придет. И я там сижу. А отец контужен был, не слышал. Я напугался по-настоящему. А что теперь делать? Я не просто спрыгнул, он тянулся на руках, встал на уголь, а он раскатился, и все. Я тогда догадался, что надо утоптывать его, если он утопчется. И ладонями стал нагребать, как лягушка в молоке, которая кусок сделала, говорит, дрыгала ногами, масло получилось и выпрыгнуло. Так и я. С тех пор я стал бояться этих пульманов. Вот какое дело. И для чего я все это рассказываю? Вот осуждает. Я в это взял и рассказал. Вот так было. И тогда человек нерасположен. О! Праведником прикидывается. А уже в малых летах уголь воровал. Он выкидывал его оттуда кусками-то. А потом возили. А у отца нашего была заповедь такая. Он маловерующий был. Говорит, хочешь, сынок, курить? Кури. Пить хочешь, пей. Но! Не воруй и в карты не играю. Знаю, башку сразу зашибу. И мы знали, отец был у нас очень крутой. Это не угроза была. И мы воровца, тем более уголь или что-то там. Он даже не знает. Но я там был, был, значит. И там комкового угля не было. И дальше я сейчас и выбросил. В деревне не на чем было везти. Как бы его издалека... То есть, глупость несусветная. Но! О, да. Я его дал. И вот что-нибудь делаю, рассказываю. Я служу фотографию. Я стою в морской форме. Ну, раз я служу в морфлоте. А он не служил. А почему? Старые фотографии, видно, перегнуты, переломаны, черта идет. Отогол голову приделал к чужой... Без козырки там прочее. До того мне смешно сегодня было. Мне одну награду хотел дать. В Германии один. Закройте глаза. Я закрыл. А он уже про меня все знает. В Тихом океане был-то. Тихоокеанский флот. И он тоже служил. Без козырку пришел и на меня надел. Понимаете, как? Ну, просто я померил и отдал. Я говорю, она мне не налазит на голову. Аллах. Так вот. Мы слышали, что Господь дал нам узкий путь. Какой узкий? Вы когда-нибудь отвозьмите для себя. Я сегодня сказал, а вы подумайте, узкий. Вот до обращения у тебя какой был путь? Написано широкий. Что значит широкий? Все дозволено. А верующий себя ужимает. Вот здесь нельзя. Говорить нельзя. За глаза судить нельзя. То есть он везде. Узкий не в царстве небесном. Здесь, сейчас. А широкий путь куда ведет? Ведущий в муку вечную. А узкий путь в жизнь вечную. И вот церковь поэтому написала каноны, которые суживают. Вот нельзя. Но он сделал. Напился человек пьяный. Но ничего нет. У церкви канон. Два года. Не имеет права причащаться. Есть каноны, которые отлучают на 30 лет. Половина жизни, как написано. За что? Во время, когда были неприятели. Ну, как власовцы. Он сотрудничал с ними и выдавал своих. Вот Лиенс им и готов. Выдавал. Никто не принуждал. А просто он решил отомстить. Своим русским. Ну, было же такое, что полицаями были. Я не о полицаях говорю. Ну, просто так уже принято. Вот этого надо бояться, как огня. Узкий путь. Священники сегодня сделали шире врат адовых. Ни одной эпитемии вообще нету. И люди, которые в интернете узнали, говорят, пошел к батюшке и говорю. Я вот такой. Ну, кто эти эпитемии исполняет? Сейчас этого нет. Это разбойник. Я говорю, уйди от него немедленно. Не подходи. Он раскрыл эти врата шире адовых. В мире этого делать нельзя. Содомский грех творят. Пишут мне. Ну, пошли к батюшке. Батюшка сказал, ну, ладно, что сделаешь-то. Через неделю причаститесь. Через неделю. Ему отлучение на 18 лет. Правила, на которых присутствовали до 630 мужей, епископов. И сегодня какой-то до 30 лет рукоположенный, незаконно бы рукоположенный. И он открывает эти врата. Мы, говорит, причастились. Ну, опять выпивка, опять блуд, сблудили. Через неделю опять причащаться. И мусульмане мне пишут, знаю это. Как вы ловко придумали. Почему у нас этого нету? Почему есть наказание, а у вас нету? Они не знают. Наше наказание другое. Отлучение от причастия. А сейчас, если не причащаешься, отлучим. То есть перевернули наоборот. Наказание церкви, что не допускает до причастия, а не за то, что ты не причащался. Священник накладывает. Говорит, наложи на себя. Какое правило? Я показал. Какой грех? Ты мне не говори. Найди это правило и больше не подходи. Плачь и рыдай. Стой за столбами где-то. Это Евангелие. И это не игра. И это навсегда. И скажи, путь заузился. Чем? Где? В себе однажды напишу. Вот я делал то-то, то-то. Теперь я это не могу. Почему? Я христианин. Я рожден свыше. Дух Святой мне подсказывать нельзя. Если ты споткнулся, встань, говорит Златоус. Сатанин означает, иди причащайся. А причащись, и Бог снимет грехи. Нигде в Библии нет, что причастие грехи снимает. Это обман. На исповеди. Кому отпустите, отпустится. А причастие для чего? Кто не будет кушать тело Сына Человеческого, не будет иметь в себе жизни. Жизни нет. Он мертвый. У него рассуждения такие. Все ограничивают себя. Широкие брата. Человек, который исполнен Духа Святого, он на другом уровне понимает. Здесь нельзя. А тебя предупредили, что это не предупреждали. Я сразу почувствовал, что это опасность. А чем ты узнал? Не знаю. У нас в деревне так был дружинен. Он подполковник. Когда я был в Америке, в это время он приехал к сыну. Сын-то такой слабенький был. А он в милиции служил, в Ленинском районе. Батюшка увидел он на огороде. Только батюшка увидел его один раз. Подошел ко мне, говорит, новый человек приехал. И говорю, какой, не знаю, говорит, но нехороший, нехороший. Не разговаривая, ничего. Это он такой любезный все. Дальше будут такие мерзости делать, пакости. Неописуемая. Жалоба за жалобой. Я приехал в прокуратуру. Целая пачка вот таких. Я говорю, а почему не проверяете? Да то сумасшедший пишет. Батюшка прозрительный. Он только увидел его, может быть, с обратной стороны. А другой через дорогу к нему все. Петрович, Петрович, Петрович. Петрович, выехал мирской человек. Верующему Бог на сердце полагает. Он по запаху знает, волк это или овца. Вы волка можете в мешке принести. Даже небольшого. Но конь не допустит тебя, будет биться, переломает оглобли. Он знает, это смерть в мешке. А здесь открытым текстом говорит и ничего не понимает. Вы меня поняли? И вообще не с каждым ходи. А сначала посоветуйся. Как? Такой ли это человек? Это узкий путь. А доброте? У нас по теряевке угля-то нету. Мы все на дровах. И нынче, когда мы тут на Южном пруду были, там деревья было. Около 200. Я посчитал заново, около 200. И мы их спилили. Ну, там большие, в руку толщиной разная. И все время надо было кого-то упрашивать, чтобы пришел с пилой. И вдруг нам присылают пилу. Купленая, которая на бензине работает там. Кто это сделал? Чего вы улыбаешься? Спаси тебя, Господи, Андрюша. Прислал? Все к ней. Всю амуницию. Ну, мы бережем, кто умеет пилить, то и так далее, чтобы нам помогли. Ну, ясно дело, новая она работает, а дальше кто ее узнает. Дальше, ребятишек вывозить надо было снова. Достал автобус, это бесплатно. Ну, такой автобус, как Газель там. Теперь, когда на меня напали, дети находятся в деревне. Теперь увозить никто не берется. Для детей нужно какие-то сиденья, какие-то там что-то. Он снова достал эту машину, и опять ее прислал, и там все как положено были. Благодарю Андрюша. Меня смущает, что давно не причащаются. Ты мою скорбь пойми, я за тебя поручался, когда ко крещению шел. Разберись. Не идут на исповедь люди, как правило, грех один. А ни два, ни три, как правило, один грех какой-то. Никого не убивали. И все это замешано на женщинах. Самая большая яма, пропасть куда падает. Если что-то где-то, к священнику пойти, должна быть где-то граница эпитемии. И обязательно причаститься. Я не просто принял дары, а с особой заботой о тебе. Это не мне. Дети уехали или приехали, что я от этого имею еще? Рубля мне никто не дал, но это ты берешь на себя расходы. Я говорил о сахаре. Гляжу, он один привез, я не знаю, сколько ты мешков там. Один. Кто-то там по мешку привез, а этот сразу несколько. Вот тебе и судьи. Значит, помолитесь о нашем брате, чтобы Господь вывел его из того состояния, в котором он находится. Доброта твоя, она побуждает вот об этом мне сказать. Без принятия тела Господня не спастись. Бог так установил. Другое дело там где-то, Мария Египетская в пустыне. Но когда сам никак, Сережа, ты тоже был поручитель. Крепко займись братом. Доброта его не скрыта. Кому бабушкам что отвезти, он все на первом месте. Он же увозит все. Где развезти, кого привезти к нам с детьми и прочее. Пусть это перед Господом зайдет перед ним, пока он живой. Я думаю, что понял меня? Я тебя люблю. Иначе бы не поручился. Тут никого, наверное, нет, за кого я поручался. За тебя поручился. Как бы чувствуя, что нужна тебе помощь. Дальше. А неосторожности. Я отвечаю за все. Я староста. Здесь у нас подпол. Большой. Вырыли. Тут Игорь. Столбы возводили. Там у нас, если не ошибусь, 8 или 12 человек могут лари сделаны для них. Так, где у меня Никита? Никита. Опустили картошку? Ну, то есть, нынче их авто меньше было. И вот полезли туда. Лаз открытый. Категорически запрещаю это делать. Несколько вариантов. Первый вариант. Отсюда всех выгнать. Выгнать прямо. Выйди отсюда, потом зайдешь. И с той стороны жми на дверь, чтобы никто не открыл. У нас падали уже в подпол. Алексей, ты не знаешь, кто падал? Так. Представьте себе, мы брата могли лишиться. Открытый, он не видит, темно идет и туда, и вниз головой. А это подпол, лестница. Ужас какой. Я еще раз места не нахожу. Прихожу, открытые люди, и никого нет. Надежда Васильевна сидит, здесь разговаривает, спиной к этому месту. Ее поставили, она отвернулась. На той стороне, Тамара сидит, она смотрит. Человек глухонемой и плохо видит, она смотрит. Нужно троим взять за руки вот так создать ограждение. Предупредить. Непрерывно говорить, не подходите даже. Что это за небрежность? Ты знаешь, если была построена изба, и на ней перила, и ты не сделал, и кто-то упал, убился. Вы знаете закон? Хозяина предать смерти. Игра очень и очень тяжелая. Знал бык у тебя будучий, и он напал, забодал кого-то. Ты знал вчера, до третьего дня, хозяина и быка предать смерти. Такой закон? Его никто не отменял, этот закон. Теперь более страшно, но суде Божьим, можешь отмечать как убийца. Не открывать лаз, пока не найдены люди, которые будут ограждать. Вот несколько вариантов. Никого не запускать, стать ограждением вот такое вот, из своих, ну, за руки взять и не подпускать близко где-то. Я так вижу. Или в другое время прийти, когда никого нет. я переживал вчера, тут сколько и не знаю. Дальше у нас 7 минут перед богослужением полное молчание. Просьба, где услышали, встанем на молитву или встанем для молитвы. Значит на 7 минут перед богослужением. Служба начинается на 4 после обеда, ну, после вечера или в 8 утра. Всегда у нас это есть. В это время начинаются какие-то передвижения. Даже не кланяемся, не крестимся. Полное, абсолютное молчание. Нас здесь нет. Мы желаем приблизиться к Богу. И об этом говорил патриарх Алексей Первый в Семанске. Это не я говорю, но он говорил о домашней молитве. Замрите. Тихо, тихо. Не борзясь. Приведите чувство в достойное состояние. И написано, когда молишься, не искушай Бога. Вот это у нас есть. Я думаю, нигде во всем мире никогда у православных не было. Почему? Ну, храмы строят. Любой может безбожник наняться и будет купола ставить. Кирпичи там, в алтаре, это не касается пасту. Что касается пасту, везде одинаково. Заходят и выходят. Кто сколько может. София. В Киеве. Я стоял рядом. За час 750 зашло и 750 вышло. Во время богослужения. У нас ни один не выйдет, чтобы не замечено. Опоздала. Опоздавший есть. Она не виновата. Она работает в ночную смену и еще и сюда прибежала. Медсестры наши. Ну и ты, подожди маленько, вот сейчас запоют когда? Ты же поешь здесь, стоишь на клиросе. Сейчас не поют. Не спеши. Как только запели, тут с детьми у нас урок идет. Открывает детям и ты сразу заходи. В другое время, когда батюшка, он идет с котелом, люди-то расходятся и ты вот под эту суету, под эту сурдинку, говорит, тоже пройдишь там. У нас не должно никого толкать. Нельзя задевать. Что это? Я не просто пришел, я пришел к Богу, а не на базар. А 7 минуток прошу. И в церкви ни одного слова шепотом. Я сегодня уже иду и гляжу и не слышу, но вижу, что друг к другу склонились, ясно, что-то там и ходит. Не надо этого делать, дорогие мои. Не надо. Великий храм Соломона строили ни одного числа. Тисла, то есть, рубить камень не было, все подгонялось в горах. Никакое у нас написано салопанное мешочек туда не заходит. Полное абсолютное молчание. А вот дети как, с детьми заходи. Но если ты с ребенком вышла, предупредите, кто с ребятишками. Это можно выйти. Ты больная, тебе невозможно. Выйди, но уже назад не заходи, пока к кресту не подойдут. Туда-сюда не надо шмыгать. Я уже неоднократно говорил об этом. Некоторые сразу приняли, а другие забывают. Дальше. Читают у нас златоуста. Это хорошо, что две проповеди. А то в Потеряевке уже, как батюшке, нет, одна проповедь. При батюшке две. Так. Знаете, у меня книги вот лежат. Вот сегодня как раз отправляю полный экземпляр. Попросили. Полный я не могу. У меня же три книги в единичном экземпляре. Вот стихи, стихи. Первый и первый том. Я уже не даю их. Но здесь решил, потому что новое государство, Испания. Испания. Хотя в Мадриде в библиотеке национальной мы там проехали, были. А этот человек русский. Хотя она там литовка, видимо, за ним. И он ее, католик, привел к православию. Муж. Я всегда спрашиваю, книги берешь, муж согласен, чтобы не было раздора. И сегодня мы отправляем в Испанию. на книге были запросы во время лета. Я всех отложил на 10 октября. Дальше. Книги кончаются, ничего нет. И начать эти три книги, блин, Николай, не прикасаться. Я положил, чтобы полная была видимость. И кто может сегодня отвезти на почту? Помогите. Я их отложу. Если нет ящики, Татьяна, не покинь нас. Володя занимается этим. Отправить можно. Попросил книги две, три, подписать, чтобы я их подписал. И вот считают Златоуста. Я про книги начал, тут в конце корректор проверяет. А вот, когда читают человек голос, вы знаете, как проверяют? Вы слышали такого, который сводка информбюро? Юрий Левитан. Гитлер знал, что это еврей. И попустили молву, что после Сталина самый большой враг Юрий Левитан. Не считая Мариневскую, который потопил у него там третий враг. Ну, действительно или нет, он Юрий-то говорит, я не знал это. А как он там оказался? Нужно было там читать где-то в театре. Набирали. Он читал. И не прошел. Не показался. Как Валентин Катаев пишет. Дальше что? Дальше-то записывали они. Стали слушать. Его голос показался самый хороший. Его снова вызвали в студию. И вот там в студии попросили насчитать материал. Пришел из Кремля. Сталин. Возвание. И что-то насчитать. И знаете, я буду слушать в какое время Сталин назначил. Изберите лучшего. Они растерялись. А кого лучше? Это все. А вот этот молодой-то был. Приходил-то там такой-то. Давайте его. И он начал считать. Заранее была запись, видимо, сделана. Ни одной ошибки. И главная интонация где. Сталин мгновенно сразу же позвонил и сказал. Это абсолютно точно уже. И сказал. Вот это поставить. Чтобы люди слышали. Ну, ясно что. Какая была у него карьера. Его сразу же перевезли из Москвы в город. Ни родственники, никто не знали. Он понял ему охрану как какому-то министру или даже кого министры-то в Москве были. И он считать. Где? Там где-то, где-то есть. И только в подвале. Чтобы ни один человек не проникал туда. Как Сталин сразу определил. Он понимал это. Представьте, как голос его звучал. Вы когда златоусты считаете, вы представляете, какой был златоуст? Мысленно хотя бы. Описывает, говорит, как он выглядел. Зелок худ. То есть очень худой. Большая голова и тонкая шея. Икону вот рисует. Именно такие. Я насчитывал 12 томов златоуста. Составлял симфонию. Вот. Считайте. У тебя дома есть жена. Есть кто-то еще. Попроси, чтобы она представление свое, воображение первого качества лидера применил он тебе. Правильно и читаешь. Мало того, прочитай здесь. Здесь. А потом будет еще и конкурс. Но конкурс-то небольшой, потому что чтесы у нас могут только читать. Не просто отбарабанить. Ну ладно, сегодня там диалог идет. Это так, это так. У тебя получилось где-то. Да еще получилось. Не знаем, в лучшем ли варианте. О златоусте говорю. Если не будет этого, то мы кое-какие моменты проповеди можем прослушать здесь, кто будет избран на это. После того, как в церкви будет просчитано. К этому серьезно отнеститесь. В интернете мне неоднократно делали замечание. Что у вас златоуста так считает, как будто вареная, говорит, горящая картошка во рту у него. Мямлет стоит. Ты понимаешь, когда он говорил, там горело все. Когда златоуст говорил проповедь знали, базары закрывались, судилища прекращали судить, все бежали. И сколько расплодилось в новой профессии, так называемые программисты тогдашние сегодня, тогда нотарии назывались, они сидели и успевали. Проповеди этого златоуста не полные, что успевали записать, только то сохранилось. И тут же на выходе продавали, цены росли. Тут же на выходе что-то сохранилось, из этого собрали, вот получился такой-то материал. А тут так, златоуст считает, все. Как будто кто-то, говорит, бечом хлестнул. Все упали, можно тут подремать, ребятишки туда-сюда, все. Наоборот, самый напряженный момент должен быть. Нет, не доходит это. Вам пример, смотрите, у нас в Потеряевке 90-летняя Серафима Гавриловна. Ее ни разу никто не видел, чтобы в храме она садилась. Я не говорю о больных. Ни разу. старейшая. На днях, вот сейчас говорили, кости ломаются. И вчера я посмотрел один ролик, он небольшой, там минут, наверное, 8. Вы знаете, где-то это в 60-е годы Олимпийские игры были, и там чемпионы, Протопоповы. Муж и жена, они живые, ему 83 года, ей 79 лет. Ну, Иван, они вышли, не просто, 79 лет, какой человек? Вышли они на коньках, и дальше, такие пируэты делают, ну, зал весь взрывается буквально. Какие круги? Ну, покажите хоть лицо их, ну, конечно, там можно закрасить морщины, но ноги-то остались те же самые. Какие она повороты, задним ходом идет, он вокруг, дальше, она прям буквально под ним, это не может быть, чтобы это, 83 года, какой он бодрый, ну, как профессор-академик углов был, 102 года, и все лежал, гантели поднимал, уже больше не мог шевелиться. Практикующий хирург был, говорит, самый старейший на земном шаре, ну, какую там операцию дозволили, может, что-нибудь такое послабее. Это в нас тоже многое есть, еще далеко до пенсии уже начинает скрипеть и прочее. Ободрись, подними голову, ты искупленный Христом, это храм, храм не может быть, как Пизанская башня наклоненной, ты храм божий. Почему японцы, самые большие долгожители на земле, 86 лет, средний уровень, а у нас 86 лет, это уже ой-ой-ой, а он на Фудзиаму еще идет и нужды нет ему. Так, в прошлый раз я говорил, сделали запоры и ключи, кто не отдал ключи? Так, кто еще не отдал? Перевернуть? Все до одного ключа вернуть? Кто не отдал? Поднимите руку. Вернуть. Когда будем оезжать, весной, дадим, я привяжу здесь, напишу и все. Благодарю всех, у кого были ключи. Копию никто не снимал, ни от кого? Молчок, значит, не было. Копии были. Были копии. Нет, копии, когда тебе дали, а ты без разрешения там делал и кому-то отдавал. Чтобы мы маленько знали, заперто, значит, заперто. Вот тут особая благодарность тем, кто трудился о безопасности, с ключами тут, я уж не поминаю все, что сделали здесь. Вот, у меня книги кончаются, и тут брат один пришел, говорит, библиотеку, такую, ну, хоть несколько книг подарить-то. Я 10 книг, кажется, подарил. Новый Завет первого выпуска, а первого тома нету. Новый Завет. И я взял отсюда. У кого старый, первый выпуск Нового Завета, первый том есть? Где-то найти надо или здесь? Они там где-то есть, я не могу найти их. А у меня, по-моему, подписаны. Так. По-моему, у меня есть. Я посмотрю. Чистый, чистый, заменить. Потому что я разорвал комплект три. Три. Самый большой спрос на Новый Завет. Повторяю, мне бы его не издать ни первый, ни второй, если бы не Анафа Наил и Романах был. А кем он стал и ушел, это уже за кадром. Ничего, кроме благодарности, здесь не должно быть. Мы должны это помнить. Какие корректоры у меня были здесь? Все здесь указано. Половина, наверное, Марина Геннадьевна и Кубайкина Галина Ивановна. Когда берете, в конце посмотрите и помолитесь. Чтобы не были неблагодарны. Неблагодарный человек он никому не нужен. Я снова поговорю. Тут у нас тыква, там на улице. Берите сколько надо. Нам уже некуда. Мою не привезли, а местная наросла. Я не знаю, где есть. Виноград опутала весь, калина доверху, она все везде залезла. Плеть 11 метров длиной. Какое сокровище в Сибири растет. Тыкву возьмите. В сумку или как? Вот там, где раздеваетесь, а рядом мука. Так, у кого есть отходы, слушайте, так, маленько там, выключи. Рыба там или тысячи другие косточки, что остается? Приносите сюда. Я кормлю собак и свои у меня кошки. Приносите. Как-то в прошлом году много приносили, а нынче мало. от меня все разбегаются. Ну вот, как будто бы и все. Так, мы, если сегодня Бог благословит, хотели Фаню, Аину Соломану, посетить. Помолитесь, чтобы Бог устроил, как должно. Вы понимаете, когда она ушла, она бунт устроила. Написала целый трактат, кто-то ей помог, там, кагал ее. И она ходила и всем в ящики опускала. Большие листья, где она там, Левашова подсовывала. Он сгорел, его нету. А видите, как пошла Татьяна, она попросила, чтобы сказала мне, чтобы я молился. Это же, ну, не так просто. Она, когда уже все это мне схлынуло, и она тогда написала, вы говорите, там вот то, другое, да вы любого жида за пояс заткнете. Не еврея, не иудея, а жида. Это она написала мне так. Прошу передать поклон и сказать ей, что я молюсь постоянно о ней, каждый день. Потому что она просила об этом, когда мы были с Галиной Ивановной, Кувайкиной, у нее. Мы же записывали тогда все на диктофон, и все это у меня есть, и запись это. и я обещал, что буду молиться, и обещания свои исполняем. Как поклон. Татьяна, ты тогда после занятия не будешь прописывать, мне надо будет занятия. У вас все, да? Все, и мне уже легче, и я не больной. Я хочу попросить всех помолиться о Лене, Елене, которая многодетная, которая была у нас в прошлое воскресенье, которая восстала на Игнатеховича, и выставила ролики в интернете. Так что, молитесь, чтобы Господь ее вразумил, чтобы душа ее не погибла. Словно такая. Ну вот, многодетная мать, женщина с детьми, которая была вот грудным, она не грудной уже ребенок, она ее в корне была. Просто воскресенье она была. А что она восстала, то что ей не нравится? Ну не дали ей должного внимания. Любви. Любви ищет человек, понимаете? У нас были такие люди. Шесть детей, ищи еще любви мало. Так что, вот помолитесь, чтобы Господь ее вразумил, чтобы она остановилась в своих деяниях неблаговидных, и чтобы не погибла ее душа. И души детей ее. Вы поняли, о чем молиться? Поняли. Елена. Елена. А как я что-то умеряю. Да, брат. Господь, разумею. По милости Божьей у нас в этом году опять начали занятия по скайпу. По Слову Божию мы начали изучать первое послание Анны. Я всех вас приглашаю по скайпу или ко мне домой приезжаете. Скайпупков Сергей один. Телефон мы знаете, если кто-то хочет приехать в шесть часов по барнаутскому времени. У меня дома. Можете приезжать, пообщаться. И тоже об этом деле помолитесь. Потому что первое занятие у нас было сорвано. Есть такое подозрение, что сорвала его как раз и Елена, сама-то его не ведая. Скайпупков Сергеевна. Какая у меня есть? Ну, скорее, скайпупка благотетная. То есть она позвонила Игнату Тихоновичу. Там у них образовалась группа. Я всем звоню, никому не могу дозвониться. И как-то вот полтора часа сидел, всем звонил и не могу не создать... Я же, ты пояснишь, чтобы никто не звонил, а только писали. И тогда Сергей, ну такая система так работает, чтобы он сам позвонил и ты нажал, что согласен, зашел и так зайти. А получилось наоборот. Она как бы заблокировала, от нее никто не может выйти. Она не хотела этого, она не знала. сейчас я вам объясню. Занимаемся мы по средам и пятницам. Очень легко запомниться. Постные дни. Шесть вечера. Среда и пятница, шести вечера. Значит, кто-то, если захочет по скайпу позаниматься, мне пишите на скайп, пишите, я готов, я готова. И я тогда вам позвоню. Если вы будете мне звонить, я вам не смогу дозвониться, я трубку брать не могу. То есть, если я, например, создал конференцию, и вы мне звоните, и я воспринимаю, вся конференция отключается, такая система, вот, и я с вами один на один теперь буду заниматься. То есть, вы своим звонком можете, у меня было такое уже. То есть, мы уже начали заниматься, кто-то там опоздал, и звонит, опоздал. Я принимаю его, всех вырубает, и он один сидит, довольный, вырубает. Вот. Поэтому, сами никакие конференции не создавайте, создают только ведущий. Я один. я имею власть вас либо принять, либо не принять, либо выключить. Кто-то там может хулиганить, я его сразу раз. Все. И об этом тоже молитесь, потому что и народу мало, и новых, чтобы душу, Господь через это приводить. Все. Спаси Христос. Еще какие объявления, пожелания, благодарности? Ну, как всегда. Я благодарю всех за молитву вашу, потому что я чувствую, что они мне очень-очень помогли. Мне как-то стало лучше, и слава Богу. Аллилуйя. Я благодарю вас всех, потому что без глаз, я не знаю, что бы я делала вообще. Так, ну, как всегда, занятия, да? Да. Брат Игорь Владимирович, или кто? Сергей Павлович. А что ты? Чеснопение, занятия, тратите и занятия. Достойно есть всякого истину, Блажый дитя Богородицу, Хрисноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубим, и славнейшую без сравнения Серафим, безыстрения Бога, Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне, останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воотче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести и поклонения Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Дома, ты свои подключили корректорически? Да. Хватило длины? Последний день, еще метров 10 осталось. Две тысячи. Красота. Спасибо, Христос, брат. А эти тяги все как положено? Да, они сразу использовали. Спасибо, Христос, все. Спасибо. Спасибо.